На основании доклада руководителя рабочей группы ставлю вопрос об решении, в нашем проекте решения об отказе Серебрякова Ивана Александровича в регистрации кандидатом на должность губернатора края на голосование. На финишной прямой губернаторских выборов представитель патриотов России Иван Серебряков выбывает из игры. За это проголосовали все члены края избиркома. Причина, согласно протоколу заседания, лежит на поверхности. Серебряков не предоставил документы об отсутствии вкладов за рубежом, список из трех кандидатов на пост члена Совета Федерации и не прошел так называемый муниципальный фильтр. Иван Александрович Серебряков не сдал именно эти документы, а также представил 126 подписей, при необходимых 298. Поэтому у нас, собственно говоря, не было, я думаю, иного выхода, кроме как принять решение об отказе в регистрации. Сам Серебряков, для которого эти губернаторские выборы должны были стать вторыми, на заседание избиркома даже не пришел. Но чуть позже собрал отдельную пресс-конференцию, общий смысл которой свелся к одному тезису. По сути, выборов нет. А муниципальный фильтр действующий руководитель использовали по-своему. Приезжали депутаты с районов, говорили, что их запугивают, им говорят, что они лишатся работы, они лишатся своих должностей, родственники работать не будут, если они не отдадут свои голоса за кандидатов от Единой России, либо от тех кандидатов, которые скажут непосредственно исполнительная власть Красноярского края. Прошлые губернаторские выборы Серебряков набрал 14%, и это при участии основного кандидата, Толоконского и политического тяжеловеса Сергеенко. Политологи считают, что сейчас патриоты отчасти сами виноваты в сложившейся ситуации. К новым выборам нужно было создавать свою сеть муниципальных депутатов. Двум партиям, помимо Единой России, удалось это сделать, во-первых, потому что они имели большее количество избранных людей от их партий в органах власти, и второе, по-видимому, у них есть соглашение с Единой Россией, и они выполняют норму закона выбора губернатора, что если один человек идет на выборы, то выборы отменяются. Я не знаю, чем испугал Иван Серебряков, он не повторил бы результат 2014 года ни при каких обстоятельствах, и никакой угрозы, в общем-то, никому не представлял на этих выборах. Единственное, это общая компания в городской совет, и это дополнительный ресурс компания губернаторская давала, потому что это объединяет все эти ресурсы. В эту выборную кампанию патриотов России теснят по всем фронтам. Суд принял решение отменить регистрацию всех кандидатов-одномандатников от этой партии на выборах в Горсовет. Сделано это, пожалуй, представители другой партии, гражданской платформы. Прошлые выборы депутаты от патриотов заняли в Горсовете больше кресел, чем даже единороссы. Сейчас предвыборная кампания у них явно не складывается. Суд считает, что не представлены документы, заявления не тому избирательному объединению, наименование избирательного объединения местного не соответствует наименованию, которое указано нашей юстицией. Будет ли у них шанс повторить былой триумф, станет известно на следующей неделе, когда решение суда будет обжаловано или окончательно вступит в силу. Иван Серебряков также намерен доказать, что ему помешали собрать нужное количество голосов муниципальных депутатов и отстаивать свое право избираться в суде. Или доказать, что другие кандидаты были зарегистрированы неправомерно. По его словам, для этого тоже есть доказательства. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Марк Степанов. Афонтова новости.